Добрый день, дорогие друзья! В читальном зале библиотеки Тюменского института культуры открылась новая выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. Психолог-мыслитель, так мы её называли. На первом стенде мы видим его личную жизнь, книги о том, кто русские писатели, какое место здесь занимает Пушкин, конечно, первое, потому что Достоевский очень чтил Александра Сергеевича Пушкина и некоторые детали его личной жизни. Мы видим портрет его второй супруги Анны Григорьевны Сниткиной, Анны Григорьевны Достоевской. Его первая жена Мария умирает, и через некоторое время он женится на своей стенографистке. Она очень выручает его однажды. Когда у издателя и Достоевского был договор, и необходимо было через месяц принести новое произведение. Достоевский очень боялся, что он не успеет, и он попросил найти стенографиста. Ему нашли. Нашли молодую симпатичную девушку. Она в течение месяца октября 1866 года помогала ему, стенографировала, переписывала и так далее, и так далее. И за 24 дня она оканчивает эту работу. И он сдаёт издателю в срок своё произведение. Через полгода он понимает, что он влюблён и очень влюблён. В феврале 1967 года он женится на Анне Григорьевне Сниткиной. И она была до конца с этим человеком. Он был до конца... Будучи человеком любознательным, он с кружком Петрашевского очень дружит. И в один прекрасный момент его арестовывают. Арестовывают Петрашевцев и арестовывают Достоевского. Получается так, что он попадает на каторгу на 4 года в Омский острог. Почему мы здесь видим книгу о Тобольском остроге? Потому что он там тоже был. Это была как пересыльная тюрьма. И здесь же, в тяжёлых условиях, он работает на алебастре. Читать совершенно нельзя. Читать нет никаких книг. Но однажды ему жёны декабриста Фанвизина и Анненкова привозят Евангелие. Он не расстаётся с ним до конца своих дней. Он читает и перечитывает это Евангелие. Здесь представлены литературные труды писателей и критиков, которые так или иначе прикасались к Достоевскому. Достоевский, конечно, интересовал многих. Все были поражены его психологизмом, которые находятся в его произведениях. Те герои, которых он представляет читателю, были необычны и были новые. Особенно интересно произведение «Достоевский без глянца». Здесь мы видим и его личную жизнь, и то, как он писал, как он мучился, его дни с Анной Григорьевной, его жизнь в Дрездене, в Баден-Бадене, его рулетка, где Достоевский в течение 10 лет не мог отойти от своей, ну, я бы сказала, нехорошей страсти, но всё-таки через 10 лет он перестаёт играть в рулетку. Но зато появляется его игрок, появляются другие великолепные произведения. Почему здесь находится Венера Милосская? Мы знаем знаменитое его выражение «красота спасёт мир». Красота – это прежде всего для Достоевского гармония внутреннего мира человека. Над этим вопросом он работал всю жизнь и воспитывал в своих героях вот именно этого прекрасного человека. Фёдор Михайлович Достоевский начинает писать с 40-х годов, середины 40-х годов. Он пишет небольшие произведения и пишет большие романы. Его знаменитые пятикнижие – это «Преступление и наказание», «Идиот», который он пишет в Дрездене, за границей, где 4 года он проводит с женой, где, к сожалению, рождается его первая дочь Соня, но через полгода Сонечка умирает от простуды. Он пишет здесь «Подростка», униженная, оскорблённая. Потом он пишет «Бесы». Интересно, как он подошёл к ним. Прочитав небольшую заметку о том, что Сергей Нечаев, народоволец, убивает своего, по сути, единомышленника Иванова, его это возмутило, его это трагическое происшествие привело к тому, что он, как памфлет, написал роман о революционерах. Фёдор Михайлович очень любил и классическую музыку. Почему здесь норма Беллини? Он любил Беллини как композитора. Он любил Моцарта, любил Бетховена, Серова и Глинку. Конечно, и других композиторов тоже. Кинематограф не обходится без Достоевского. Фёдор Михайлович интересен нашему кинематографу. И вот наиболее раскрыл его для нашего зрителя, конечно, Иван Александрович Пырьев. Его знаменитый «Идиот» 1958 года, где играет великолепная вахтанговская пара Юлия Борисова и Юрий Яковлев. Князь Мышкин и Настасья Филипповна. «Идиот». Конечно, «Идиот» потом ставили и за рубежом, ставили и у нас, но это было самое блестящее произведение. Последнее произведение Достоевского было «Братья Карамазовы». Как ни странно, последнее произведение Пырьева, как кинорежиссер, тоже «Братья Карамазовы». Пырьев умирает, когда идут съемки этого фильма и заканчивает его Михаил Ульянов и Кирилл Лавров. Великолепный фильм. Достоевского очень любит театр. Его, конечно, ставят везде. Ставят и «Дядюшкин сон», ставят и «Братья Карамазовы», и «Преступление и наказание» в Моссовете. Здесь мы видим Шекспира. Шекспир для него очень интересен. Он ценил этого автора. Фёдор Михайлович Достоевский останется в нашей памяти, остался и будет, как чрезвычайно интересный писатель. Он всегда был ценим в литературных кругах, как в России, так и за рубежом. Продолжение следует...